Мы прессим Ласма, интересуемся готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам свое биополе на период сеанса. У меня коллограмма стоит. Хорошо, даю команду. Наши трискеннер помогает мне, отключает коллограммы до последнего чипа татчика, импланта и конвектора вместе с сопутствующими энергиями. Эта коллограмма выходит полностью из всех полей, биополей Ласмы и отправляется в клетку-тюрьму. Готово. Хорошо, мы спрашиваем разрешение Ласма на диагностику и чистку. На кого-то боится, постоянно дает разрешение. Кого-то боится. Хорошо, Ласма, здесь вам некого боятся. Я рядом с вами, они сейчас будут вас бояться. Расслабьтесь, все будет хорошо. Я даю команду на счет три. Скеннер сканирует пространство над головой Ласма под ногами 360 градусов вокруг нее. Один, два, три. Скеннер сканирует все семь тонких тел Ласма, находит все. Джин, без, дракон, гуманоид, арахноид. Какой дракон? Красный. Красный и арахноид и гуманоид. Хорошо. Чья голограмма? Дракон. Хорошо. Считай цифры у дракона над головой. 46-13. 46-13. Ну и на каком основании ты установил свою голограмму? 46-13, дракон красный. У тебя есть контракт какой-то с ней? Он не отвечает пока. Не отвечает мне? Снимаются маски и голограммы, дракон представит согласно. В первом с данным виде согласна своему эфирному коду ДНК. Это он? Это он. Говорит, что я покажу все в процессе. Что ты покажешь все в процессе? Здесь вопросы задаю я, ты будешь на них отвечать. Если ты не будешь на них отвечать, я на тебя буду воздействовать. И чтоб ты это понял, достаю печать дракона, включаю на полную мощность. Он говорит, что здесь это не поможет. Она сама дала свое разрешение на мое присутствие. Хорошо. А я проверю. Выключаю печать. Я проверю, как она дала. Осознанно или неосознанно. Или ты обманом ей вошел. Я это все посмотрю. Если она дала осознанно, ты уйдешь без повреждений. Если она неосознанно, и ты обманом ей предстал кем-то, а не красным драконом. 46.13. Не сказал, что я интерферент, который буду сосать твои энергии в обмен на что-то. И это было во сне. Тогда ты пожалеешь за эти слова, дракон красный. Не надо меня запугивать. Как бы не пришлось самому жалеть потом. Ты мне говоришь? Тебе. Уменьшая дракона в два раза. Дракон получает удар. 150 тысяч герц. Удар. Пока не ляжет на пул. У него защита. Влад, сожги его защиту. Дай ему удар. Положи на пул. Удар. Ну, на полу. Давай начнем сразу с реверса энергии, Вера. Мы всех вытащили. И в процессе реверса я буду задавать им вопросы. А то мы слишком много потеряли времени на этого красного дракона. Он не стоит этого. Даю команду тонкой копии Ласмы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Ответственность за чужеродные, негативные, патогенные, низкоабрационные энергии в ее биополе 1, 2, 3. Каналы выстроились. В сущности каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низкоабрационной энергии. Откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Ласма. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Выстраиваю канал к голограмме дракона и реверсом отдаю весь негатив, который она получила от него. Пошел процесс. Сегодня эта голограмма будет в тебе стоять, я ее перепрограммирую, дракон. Посмотри, пожалуйста, что возвращается к кому. У нее какая-то накидка голубым цветом еще есть. Гуманоид. Прошу скэнера просканировать эту накидку, чтобы он ее в следующий раз распознавал. А мы еще не давали ему команду, наверное, да? Хорошо. Отключается эта накидка полностью до последнего чипа датчика импланта конвектора. Выходит из биополя Ласма. Отправляется в клетку-тюрьму вместе с сопутствующими энергиями. Готово. Быстрая канал к этой накидке гуманоида. Один, два, три. И реверсом Ласма отдает весь негатив, который она получила от этой накидки. Мощнейшим потоком все пошло назад. Ласма, обращаясь к ней, вы видите это все? Понимаете, что происходит здесь? Понимает. Хорошо. Вы можете что-то сказать насчет контракта с красным драконом? Вам известно о каком-то контракте, который вы с ним заключали? Известно. Угу. Хорошо. И когда вы с ним заключали контракт? В детстве. И как это было? Вы звали дракона, приди, и осознанно он пришел и предложил вам контракт? Нет, я испытывала постоянный страх общения с детьми. Да. И что случилось? Потом я увидела дракона, он был моего роста. Он предложил мне дружить. Я согласилась. Он сказал, что будет охранять меня. От внешнего мира. Хорошо. Дракон. Как ты охранял согласно этому контракту Ласмы от Джина, от Беса, от Арахноида и от Гуманоида с его накидкой? Я слушаю внимательно. Договор был на охрану физического пространства. Голограмма охраняла. Она тебя увидела на физическом пространстве? Да. То есть ты не в Астралии пришел, ты на физическом плане манифестировался? Да. Он показывает, что ей между 4 и 5, и она его гладит. Интересно, что девочка может в 4-5 лет понимать? Дракон. Какую? Мне не к девочке пришел, а к душе. Понятно. Вот как. Реверс закончился. Хорошо. Реверс. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на все каналы. И в порядке реверса Ласма забирает. Все чистые, светлые, божественные энергии. И обратно пошли энергии божественные и чистые. Один, два, три. Все, что у нее похитили, все, что они изъяли, до последней капли, возвращает Ласма себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Посмотри, пожалуйста, что идет из голограммы и накидки. Из голограммы идут чувства и эмоции, а из накидки ей уверенность возвращается. Значит, дракон сказал, что он видит осознанно. Он видит душу, а не ребенка. Хорошо, дракон. У меня тут стоял один дракончик где-то в 89 или даже ниже. В следующий раз я дракона маленького буду знакомить с печатью дракона. Потому что я вижу в нем дракона, и размеры для меня не играют никакой роли и никакого значения. То, что тебе печать сделает, это одно. Но то, что ему снесет голову, это другое. Твоя беспощадность в этом отношении будет мне хорошим уроком. Ревер закончился. Что мы вернули из голограммы и из накидки? Чувства и эмоции. Хорошо. И из накидки уверенность. Хорошо. Откуда ты гуманоид? С ориона. Кто ты? Сбор энергии. Ловец душ или ловец энергии? Нет, энергии. Сколько ты находился в ее биополе? Шесть месяцев. На что зашел? На хаотичные энергии разочарования. Понятно. Откуда у нее эти энергии разочарования, мне интересно? И неуверенность. И неуверенность. Хорошо. Кто забирал уверенность? Откуда это разочарование пошло? Молчат? Молчат. Над клеткой ответственно. Загорается красный свет? Красный свет загорается над накидкой гуманоида. Он вернул уверенность. Но он на нее и зашел. На неуверенность. Понятно. То есть неуверенность это ее было? Никто ей не помогал, да? Или кто-то усиливал это все? Усиливала накидка, когда зашел гуманоид. Все понятно. Хорошо. Он показывает ее жизнь у нее, как провалы. То все в порядке, то она потом не уверена ни в чем. И это все происходило без твоего воздействия? Ты на это зашел? На это зашел. Ну понятно, я это хотел услышать. И питал все это энергией. Все понятно. Хорошо. Гуманоид, еще что-то осталось в биополе? Ласмы? На твоей чистоте посмотри. Нет. Арахноид, выходи. Собирай всю свою паутину, вытаскивай все свои иголки. Сколько ты находился в биополе? Два года. Два года. Хорошо. Кто из вас всех присутствует еще в квартире? Арахноид, дракон, джинн и бес. Все, кроме гуманоида. Какая веселая команда? Арахноид снял все. Красный дракон. Выходи, собирай все свои платы, которые остались. Возвращай ему первозданный вид. Размеры, вернее. Ну, он снял все. Хорошо. Бес, сколько ты находился в биополе? Какая у него герцовка, Вера? Восьмерка. Восьмерка. Хорошо. Сколько ты находился в биополе? Четыре месяца. Понятно. Ты в квартире зашел, да? Да. Понятно. На какую чистоту ты зашел? Что тебя там больше всего привлекало? На крике. Крик? Ну да, крик это твоя чистота. Хорошо, давай, выходи. Снимай все, что ты оставил в биополе. Скажи мне, есть лярвы в биополе у ласмы? Затемнение есть, лярвы нет. Затемнение есть. Хочете затемнение получить? Да. Хорошо, собирай сначала все, что ты оставил, и доложи мне на месте, что ты закончил. Я дам тебе отдельную команду. Приступай. Носки у нее. Тяжелые мысли он ее усиливал. Негативные. Тяжелые негативные мысли усилил. То есть все, что было плохо, ты еще усиливал несколько раз, да? Без? Да. Дергал за веревочки или все шло через носочки? Дергал за веревочки. На руках есть. Были, вернее. Энергии. Хорошо. Так. Разрешаю тебе забрать эти затемнения, находящиеся в ее биополе. Приступай. А где они там, Вера? У нее низ живота и голосовая чакра. Хорошо. Возвращайся назад. А, еще вопрос без. Ты хочешь получить эмоциональный фантом? Тоже не хочет. Хорошо. Ты в квартире там хозяин или есть кто-то кроме тебя? Демон есть или черт? Есть ниже. 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 Хорошо. Я просто еще там буду собирать негатив. Ты им тоже интересуешься? Интересуюсь. Ну, тогда кооперируй со мной, и я все это тебе в процессе работы отдам. Итак, Джин, считай цифры над головой Джина. Тридцать четыре восемьдесят четыре. Тридцать четыре восемьдесят четыре. Еще синий у нас Джин, я так полагаю, да? Синий Джин. Хорошо, синий Джин. Как долго ты находился в биополе и как ты попал, с какой вещью? Около двух лет он. Попал он с какой-то кухонной утварью. Мелочью какой-то, да? Тарелки. Типа тарелки круглые что-то. Большое. И когда это было? Глубокая такая тарелка. Около двух лет назад. Два года. Объясни мне, как ты на нее воздействовал? Что ты у нее забирал? Беспокойство о деньгах давал? Надо работать, надо работать, да? Что там было? Работать и влиять на других, чтобы работали. Он дома находится. И влиять на других, чтобы работали. Понятно. Хорошо, Джин, тебе выходить не надо. Собирая всю свою пыль, все, что я оставил в ее биополе, докладывая мне о готовности к проверке. Проверка будет проходить несколько миллионов герц. Если кто-то что-то забудет или оставит, он просто сгорит по каналу. Он забрал. Помогая Ласма моей энергии сделать импульс высокого вибрационного шока удара, отстегнуть от себя все каналы к интерферентам и их подключкам. Один, два, три, удар. Отлетают каналы. Открывается портал в галактическое ядро. Каналы улетают на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Драконам остался канал. Из-за контракта? Да. Хорошо. Тогда сразу перейдем к аннулированию контракта и договоров. Ласма сегодня мы будем исправлять ошибку, которую вы допустили в очень таком юном возрасте, 4-5 лет. Вы готовы расторгнуть контракт, который вы заключили? Готово. Я говорю вслух, ее тонкая копия повторяет за мной. С контрактом и договором. Договора выходят, активно и подсвечиваются. Подсветился с драконом контракт. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Свободу воли души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если таковая есть. Вернулась энергия. Открывая портал в галактическое ядро, и все эти аннулированные контракты и договора уходят на переработку. Закрывая, печатывая, растворяя. Готово. Хорошо. Еще раз подхожу. Классма. И помогаем моей энергии сделать импульс высокой аббрационного шока удара и сжечь все каналы к интерферентам и их подключкам. 1, 2, 3. Удар. Отлетают каналы. Готово. Открывается портал в галактическое ядро. Канал уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатывая, растворяя. Есть. Хорошо. Значит, сейчас я отправлю беса, джина и арахноида в квартиру. Вы будете все там собирать. Минут через 20 я приду, проверю и отпущу вас всех на вашу чистоту. Красный дракон. У тебя есть еще контракт с Лассма? Нет. Аннулирован контракт. Хорошо. Значит, ты тогда тоже уйдешь сейчас в квартиру и будешь снимать все свои платы и собирать все свои энергии, которые там остались. Тебе это понятно? Понятно. Хорошо. Хорошо. Открывается. Значит, Рим. Два портала. Один. В квартиру Лассма. Один, два, три. И джин с бесом уходит в один портал. Красный дракон и арахноид уходят в другой портал в квартиру. Дожидается нас там, собирает все. Закрывай, опечатывай, растворяй оба портала. Готово. Готово. Ли, я прошу тебя выйти на связь со мной. Я на связи. Я приветствую тебя. Посмотри, пожалуйста, гуманоид Орион, он тебя представляет? Для тебя какой-то интерес? Накидка находится еще здесь. Я приветствую вас. Приветствую. Накидки и голограммы уничтожить. Гуманоиды мы теперь проверять на месте. Хорошо. И под голограммой и накидкой открывай воронку в галактическое ядро. И голограммой и накидка уходят на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Гуманоиды забрали тоже. Хорошо. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибрации. Синхронизируется и гармонизируется. Распределяется, усваивается наилучшим образом. Один, два, три. Готово. Хорошо, Ласма. Мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Прекрасно чувствую. Довольная, счастливая. Как будто сбросила груз в себя. У меня было ощущение, что моя жизнь закончилась. И я так и проживу всю жизнь в этой рутине. А сейчас я поняла, что многое зависит от меня. И я могу менять свою жизнь. И быть примером для своей семьи. Абсолютно верно. Так и есть. Мне очень нравится ваш заряд. Все правильно. Сейчас возвращаем вас назад в вашу систему Биоробот. Для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план. Не забывайте сбрасывать негатив, выдавливать, как мы показали в этом сеансе. Не забывайте каждый себя день, утром себя заправлять энергиями 320%, энергии 27, частота в герцах. Потом дайте синхронизацию, гармонизацию, команду. И прочувствуйте это обязательно. И попытайтесь визуализировать эти энергии, которые поступают. Когда вы будете заряжены энергиями с поднятыми вибрациями, и без негатива ни одна сущность больше к вам не подойдет. Вы будете постоянно защищены. И для освоения энергии и вибрации возвращаем тонкую копию ЛАСМА, систему Биоробот Душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой из виленки головного мозга. Проходит полная синхронизация и гармонизация между физическими биороботами и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта.